Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Сила права». Сегодня мы будем говорить на тему экологии. И по традиции сейчас я передаю слово своей соведущей, постоянной соведущей, старшему помощнику прокурора Крачао-Черкесской Республики Елене Дармаграевой. Здравствуйте, Елена, Вам слово. Соблюдение экологического законодательства, обеспечение законности в сфере природопользования, эти составляющие являются приоритетами в работе прокуроров. Хочу отметить, что в прошлом году по результатам наших проверок в сфере природопользования было выявлено свыше 1200 нарушений закона. В целях их устранения было внесено более 500 актов прокурорского реагирования. По результатам наших проверок возбуждено 11 уголовных дел. Согласно статье 58 Конституции Российской Федерации, каждый человек обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. Можно сказать, что эта обязанность имеет как правовой, так и моральный аспекты. Забота о природе – это нравственное требование, обращенное через основной закон нашего государства ко всем без исключения гражданам и юридическим лицам. Федеральным законом об охране окружающей среды за нарушения в сфере природопользования предусмотрены различные виды ответственности. Среди них имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная. Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в виде порчи, загрязнения, нерационального использования природных ресурсов, обязаны возместить такой вред в полном объеме. И если деятельность осуществляется с нарушением экологического законодательства, она может быть приостановлена на основании решения суда. Хотелось бы отметить, что наша республика богата лесами, их площадь составляет около 30%. Незаконные рубки лесных насаждений причиняют существенный вред лесному фонду и влекут за собой установленную законом административную и уголовную ответственность. За незаконную рубку в деревьях в лесах на граждан может быть наложен административный штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Если же правонарушение совершило юридическое лицо, то здесь размеры штрафов значительно больше – от 200 до 300 тысяч рублей. Если в ходе рубки лесных насаждений ущерб превысит 5 тысяч рублей, то в этом случае уже наступает уголовная ответственность и предусмотрены довольно-таки строгие санкции. Штраф до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного до 3 лет работы. Могут быть применены исправительные работы. Может быть назначено лишение свободы сроком до 2 лет и с одновременным наложением штрафа в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Сегодня в программе старший прокурор отдела прокуратуры республики по надзору за исполнением федерального законодательства Эльдар Суюнчев расскажет вам, уважаемые телезрители, о результатах работы по восстановлению законности в сфере экологии. Эльдар, я хочу теперь обратиться к вам и спросить у вас, требовалось ли от прокуроров принятие мер для пресечения нарушений в сфере лесопользования? Да, конечно. Прокуроры реагировали на нарушения в сфере лесных правоотношений на постоянной основе. В частности, в деятельности органов местного управления выявлялись факты непринятия мер по сохранению лесных и иных зеленых насаждений на территории сельских поселений. В связи с чем прокурорами Зеленчугского и Рубского района главам администрации муниципальных образований было внесено 16 представлений, которые рассмотрены, удовлетворены, приняты меры по устранению выявленных нарушений закона. Также по протесту специализированного прокурора был отменен приказ заместителя министра природных ресурсов и экологии Карачева Черкесской Республики об организации аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений. Значит, прокурорами было установлено, что аукцион был организован с целью осуществления заготовки древесины юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Как нам всем известно, на территории республики у нас располагаются только защитные леса. Рубка в данных лесах запрещена в коммерческих целях. То есть, в данном случае прокурорами был установлен факт, что незаконным правовым актом Министерства природных ресурсов предполагалась передача данного права для рубки соответствующих лесных насаждений. Еще один пример устраненного нарушения. При заключении сделки купли-продажи лесных насаждений Карачева Черкесским государственным автономным учреждением «Урубский лесхоз» декларация о сделках с древесиной не была представлена оператором Единогосударственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней. В связи с чем в отношении виновного лица было возбуждено дело об административном правонарушении. Рассмотрев дело, мировой суд обязал правонарушителя уплатить штраф. Эльдар, скажите, есть ли случаи, когда прокуроры обращались в судебные инстанции для того, чтобы восстановить законности в лесной сфере? Да, прокурорами проводится активная исковая работа на правильное устранение нарушений данной сферы. К примеру, в минувшем году в суду было предъявлено 23 исковых заявления на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. В судебном порядке прокуратурой города Черкеска спаривалось незаконное бездействие муниципальных органов в сфере лесопользования. На территории республиканской столицы расположены леса, находящиеся в муниципальной собственности. В связи с непринятием мер по созданию лесничества, непроведением контрольных мероприятий за использованием лесов, прокурорам города Черкеска было предъявлено в суд исковое заявление об обязании мэрии муниципального образования города Черкеска создать муниципальное лесничество, разработать и утвердить лесохозяйственный регламент. На сегодняшний день исковое заявление прокурора города Черкеска удовлетворено в полном объеме. Исполнение решений контролируется прокуратурой города Черкеска. Также нами были вскрыты факты незаконного вочтения строительства и иной хозяйственной деятельности на землях лесного фонда. В связи с выявленными нарушениями закона, природоохранным прокурорам в суды было предъявлено 5 исковых заявлений о расторжении договоров аренды лесных участков ввиду отсутствия проекта освоения лесов и сносе самовольных построек. К настоящему времени три исков удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении. Скажите, а какие проблемы возникают при обращении с отходами и что предпринимается для их разрешения? Ну, значит, основной проблемой в сфере обращения с отходами в регионе является недостаточная развитасть инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, соответствующие экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. На территории республики всего лишь расположено два полигона твердых коммунальных отходов, которые включены в единый государственный реестр. Прокурорское вмешательство требовалось в связи с ненадлежащим участием органов местного самоуправления в организации деятельности, связанной с обращениями отходов. По принятым нами мерами ликвидировано более 67 свалок и навалов отходов. По результатам обращения прокуратуры в суд была устранена несанкционированная свалка, образовавшаяся в Саритуйском сельском поселении, повлекшая значительное захламление водоохранной зоны отходами производства и потребления. Судом было признано незаконным бездействием администрации сельского поселения и на нее была возложена обязанность ощутить работы по очистке земельного участка от отходов. К настоящему времени судебные решения исполнены, нарушения закона устранены. На территории Хабетского района по представлениям межрайонного прокурора были приняты меры по ликвидации трех свалок с отходами. Также виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Приведу еще один пример. Прокуратура Зеленчукского района по обращению управляющей компании Архыз провела проверку. Было установлено, что на земельном участке, расположенном в границах туристской рекреационной зоны Архыз, допускалось накопление отходов. По итогам проверки прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд с требованиями, адресованными местной жительнице, обязать ликвидировать навал строительного бытового мусора на данном земельном участке. Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, судебные решения исполнены. Эльдар, расскажите, пожалуйста, об установленной законом ответственности для тех, кто допускает нарушений при обращении с отходами. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами влечет административную ответственность по статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает административную ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, на лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юридических лиц от 100 тысяч до 250 тысяч или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Также требует обратить внимание, если правонарушение такого характера совершается повторно в течение одного года, закон налагает более строгие меры ответственности. Вы можете привести какие-то примеры деятельности прокуроров по защите окружающей среды, чтобы было понятно, о чем идет речь? Нарушения различного характера выявляются и устраняются после принятия мер прокурорского реагирования. Карачаево-Черкесским межрайонным природоохранным прокурором был выявлен факт ненадлежащего обведения региональным министерством природных ресурсов и экологии государственного учета объектов негативного воздействия на окружающую среду, подлежащих региональному государственному экологическому надзору. По данному факту прокуратура внесла представление и по результатам его рассмотрения приняты меры по устранению выявленных нарушений закона. По иску межрайонного природоохранного прокурора в настоящее время устраняется нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. В ходе надзорного мероприятия было установлено, что количество постов в государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха на территории региона недостаточно. Прокуратура обратилась в суд, требования прокурора судебным решением были удовлетворены. На Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу охраны окружающей среды возложена обязанность оборудовать на территории ряда населенных пунктов республики и посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Исполнение решения суда контролируется межрайонной прокуратурой. Еще одно направление, которому мы уделяем особое внимание, это защита объектов животного мира. Межрайонная прокуратура выявила нарушение, допустившееся ООО «Альпака парк». Там в отсутствие действующей лицензии содержались животные, в их числе альпаки, ламы и пони. Кроме того, обществом деятельность осуществлялась без постановки данных животных на соответствующий ветеринарный учет, в связи с чем прокуратурой внесено представление и были возбуждены дела в административном правонарушении. По результатам прокурорского вмешательства необходимая лицензия получена. С территориальным управлением ветеринарии заключены соответствующие договоры. Ну что же, я вас благодарю за полезную и полную информацию. Желаю вам успехов в работе. Спасибо вам.